Всем привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале «Пиратская жизнь». Посмотрела парочку пиратских видосов. И что, ребят, хочу сказать. К концу уже отдыха, так называемого отдыха, потому что невозможно это назвать отдыхом, это какой-то позор и мучение, но никак не отдых. Уже пиратка застонала, что горло болит. Но только запихивает в рот и продолжает запихивать. И при этом ничего у неё не болит. И, значит, целый видос снимала, что у неё болит горло. Это же надо. И сопли появились, и ей уже как-то плоховато. И, ой, она такая чистюля-расчистюля. Она вела порядок прям уже в этом номере. Готовится к отъезду и любит, когда у неё порядок. Ребят, мне аж плохо стало от её этих слов. Вчера показывала, как она лежит вся больная и несчастная, с больной поджелудочной. Живот болел, правда, тут же, как запахло едой, прилетела на кухню и запихивала в себя всё жареное, и живот перестал. Но я к чему это лежала с жирной башкой? На голове-то можно уже реально яичницу жарить. Настолько грязная и жирная, что эти волосы уже послепались и просто как клочья какие-то на голове. И сегодня та же самая история. Нет, ну я всё понимаю. Экономишь ты на воде. Ну неужели до такой степени бабе не любить себя и настолько отвратительно выглядеть, что экономить на гигиене и не мыться? Ну это каким дном нужно быть, скажите? И значит, прётся она на море опять с этой жирной башкой. Волосы растрёпанные, жирные. И уже выглядят не просто как какие-то мокрые, а просто я уж, ребят, даже не знаю, как и назвать. Знаете, вот как бомжи на улице, которые живут, у них фиг поймёшь, что на голове. Точно так же уже и у пиратки. И это наша успешная леди, которая, да, позволяет себе отдыхать в Таиланде, но не может себе позволить помыться элементарно, потому что жалко денег на воду. И ладно, а там у Фофы три волосины в два ряда, там незаметно мытая башка, не мытая. Но, слушайте, женщине быть такой неопрятной, это уж, правда, никуда не годится. Ой, но, знаете, хотя в Нижнем, мне кажется, такая же песня, но просто я ещё ни разу не видела в Нижнем, чтобы до такой степени грязнючая башка была. Ну это что касается гигиены успешных людей. Да, чистюль, говорит, навела порядок, так люблю, чтобы была чистота. Я представляю, чистота-то чистотой, но я представляю, какой там ванизм стоит, если люди не моются. А у нас как раз-таки картина на лицо. Дальше чё? Посидели скудненько-скудненько, позавтракали. Слушайте, вот сидят в Таиланде, сколько там экзотических фруктов, сколько вкусных фруктов. Это же ешь сколько угодно, причём недорого. Если чё-то попалось не особо вкусное, можно выбрать вкуснее, не бегать по рыгаловкам и забегаловкам. Но эти покупают нечто подобное на огурцы. Хотя, вы знаете, когда она нарезала, я даже не узнала сразу, что это оказывается огурцы. Ну, конечно, если покупать всё по дешёвке, по дешевле. И помидоры, значит, нарезала. И вот эти по два яйца. Да, и небольшой кусочек какого-то там кексика, который тоже нарезала маленькими кусочками. Я посмотрела на Фофоньку, бедного Фофоньку, как он смотрел на эту яишенку. Он понимал, что так мало, и ему даже не удастся заморить червячка в своём животе. Да, и никуда не денешься. Денег нет, поэтому приходится не мыться, не есть, а только плюхаться в море. Да, только море может обмыть все потные отложения на телесах обоих. Этому, ребят, походу и таскаются на море, да, чтобы промывать всё, что там уже поприлипало потное. Короче, ребят, дальше отправились на море. И как Нинка, сидя на пляже, усевшись на песок, говорила, что «Ой, мы уже сколько там, получается, восемь раз были на море». И говорит, это не Турция. В Турции такой песочек не найдёшь. Можно подумать, ребят, она в Турции тусовалась на море. Кроме как обжираловок в Турции она, походу, ничего не видела. О каком море она может рассуждать в Турции? Да, сидела, вывалив свои телеса на песочке, пыталась нам всё это ещё зафиксировать и показать, но побоялась ставить камеру. И хорошо, ребят, хоть не перепугало такое огромное количество людей, как её подписчики. Ну, значит, припёрлись они на море. При этом решили зайти в супермаркет, чтобы там что-нибудь прикупить и особо не тратиться на пляже. Потому что всё же дорого. Сейчас же каждая копеечка у них на счету. И ехать скоро, а уже, получается, и жрать не за что. Ну, придётся, конечно же, поджимать животики, а там уже в России будут отжираться. Хотя, опять же, вопрос, за что будут отжираться. И домой уже ей охота. Уже она не может. Хочется ей уже в Россию. Ну, а кто-то ж рассказывал нам, что ей так хочется остаться жить в Таиланде. Но, вы знаете, это точно не для Нинкиного кошелька. Какой там Таиланд? Она едва в России выживает. А тут ещё жить в Таиланде. Вон, приехала, бедная бошку помыть не может. Во всём себе отказывает. Но ради чего, ребят? А ради того, чтобы все завидовали. Кто-нибудь завидует, ребят, такому отдыху, как у пиратов? Это стоять, бодяжить на кухне, бесконечно шлындать с камерой. Кстати, опять приехали на море, постояли по пояс. Всё те же самые стоны. Ох, ах, нормально. Ох, ах, нормально. Фуфонька в капюшончике тоже поплюхался, поприседал. И на этом всё. Да, ребят. И она будет нам ещё рассказывать, что ой, пойду камеру положу и пойду купаться. Какой купаться? Она и на море бы не ездила, если бы не контент. Больно нужно ей кататься на море. Это, представьте, с утреца надо подскочить пораньше. А любительница же подрыхнуть до обеда. А тут надо с самого утра. А в прошлый раз, когда ездила, было заметно, как с бодунца ей фигово. Как ей неохота было вставать. Но пришлось вставать и переться. Потому что, да, потому что надо рубить бабосы. Но просмотры, ребят, падают. Как бы ей не хотелось. А ведь она мечтала, что приедет в Таиланд. И просмотры у неё просто взлетят. Сейчас, ребят, какие там просмотры могут взлететь? Что там можно смотреть, скажите? Каждый день одно и то же. Рыгаловки, забегаловки, яишенки. Ну и по пояс постоят в море, по пояс постоят в басике, в жакузях посидят. Покажут свою ненависть к китайцам. И это всё. Кстати, по поводу китайцев. Это и правда. У них какая-то нездоровая ненависть к этим людям. Потому что на сей раз, когда тоже бежали, они, значит, в порту, чтобы успеть, да, отплыть вовремя. И опять же, опять же, мимо китайцев проходили и опять же зацепили этих людей. Ну, просто словесно в видео. И как только Нинка заговорила, Вова так небрежно посмотрел в сторону. И вот думаю, что они вам такого сделали? Вот чем они вам так мешают? Обязательно чуть ли не в каждом видосе надо вспомнить этих китайцев. Прям настолько отвратительно, что просто невозможно. Лучше бы на себя бы смотрели, как клоуны ведут себя везде. Я думаю, что и так на них смотрят, как на каких-то чудаковатых. В капюшончиках, никого там нет в капюшонах. Ну, ладно, понятное дело, если корейцы, да, у них светлая кожа, они боятся обгореть. Ну, а эти уже куда прячутся? Чего прячутся? Не, понятное дело, что Нинка, если попадет на солнце, там обсыпет полностью этими веснухами. Сегодня она как раз-таки засветила свою шею. И там вместо загара все обсыпано просто веснухами. Но настолько выглядеть смешно за те 15 или 20 минут, что они там постоят по поясу в этой воде. Это надо обязательно, слушайте, надевать себя вот эти распашонки. Ну, а Фуфонька, так это вообще какой-то отдельный случай и отдельная тема. Короче, ребята, опять ни о чем. Смотреть абсолютно нечего. Все это мы видим каждый день. Ну, только сейчас опять болезная разнылась, что уже болит ей горло. Но только что-то боль в горле ей совсем не мешает. И жрать, и закидывать, и при этом еще в море купаться, с холодильника попивать всякие прохладительные напитки. Ну, как обычно, да, живот болит, пожру и пройдет. Так и здесь. Горло болит, попью холодного и тоже пройдет. Вот лишь бы просто ляпать пиратки языком. В принципе, мы уже привыкли к ее постоянной барехне. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. На этом буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok